Мэни мадам аутизм дэй Также одним из направлений, разрабатываемых в рамках проекта, будет создание электронного информационного портала, где можно будет найти любую информацию, касающуюся типа расстройства аутистического спектра, методики занятий с детьми, обучающихся. Кроме того, посредством портала также можно пройти онлайн-курс инструкторам. Родители могут получить вот это сертифицированное образование, после чего могут работать со своим ребенком напрямую, не теряя время для транспортировки, не теряя финансовых средств. Подобные проекты помогают изменить отношение социума к людям с особенностями, что в свою очередь позволяет последним стать полноправными членами общества. Впервые я столкнулся с этой темой около 13 лет назад. Я находился в одной европейской стране на долгосрочных курсах, где познакомился с Джорджем из США. У него было четверо детей, один из них, Эрик, был аутистом. Не имея достаточной информации об этом расстройстве, я задал ему вопрос. «Как ты относишься к болезни Эрика? Как решаешь эту проблему?» Он с улыбкой ответил мне, что это не проблема, это особенность. И наша семья старается создать особенные условия для его развития. Его ответ стал для меня уроком, в том числе о том, что нужно быть внимательней к терминам. К работе в рамках проекта привлечены иностранные эксперты, врачи и профессиональные инструкторы по работе с родителями особенных детей. Информация и обучающие материалы на портале, по словам авторов проекта, планируется регулярно обновлять. Лейла Визирова, Фируз Рагимов, Сибиси.